всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим бургер цыганский гурман а для этого мне понадобится кило 200 фаршу свиного средней жирности я взяла может для кого-то жирно для меня нормально соль обязательно конечно без этого никуда перец черный молотый обязательно и так луку мы взяли примерно пол килограмма 2 яйца сыр и два вида например для бургеров и твердый сыр берите любой я взяла самый простой какой был попался мне 250 грамм паприка обязательно это фарш будем добавлять ну и конечно же перец болгарский взяла желтенький и красненький зелень по вкусу 2 помидора обязательно помидоры будем свежие нарезать а вот перчик мы его пожарим и примаринуем слегка вот так по желанию можете перец не класть например взять листья салата и так займемся фаршем фарш разобьем 2 яйца я все еда я мою и по одному разбиваю вбиваю вот так солите по вкусу я буду солить полторы чайной ложечки соли на кило двести фаршу вот так это нормально это немного и немало это отлично на вот этот фарш добавляем чайную ложечку черного молотого перчика ну конечно же паприку примерно две чайной ложки или столовую ложку все особо спицы больше не буду класть жарить буду на растительном масле маринуем один лучок уксусом уксус 9 процентный мы его порежем кольцами я сначала порежу лучок кольцами выберу мне такие нужны как бы кольца остальное все измельчим в блендере вот так немного чтобы лучок был маринованный будем класть маринованный лук это будет очень вкусно а вот это вот помельчим и в стакане в блендере будем измельчать превращать в пену и так еще выберем кольца вот так вот лучок все достаточно но остальное лук мы весь порежем и отправим блендер измельчили и все остальное блендер будет все делать итак подготовили водичку уксус лучок порезали замаринуем это все попозже чтобы лук не совсем был мягким нас мы отложим это все в сторонку отложим будем в конце самом мариновать лук ему достаточно буквально пять минут чтобы замариновался этот лучок как видите блендером измельчили превратили такую кашицу и выкладываем все фарш и как весь лук измельчаем все лук измельчили превратили такую кашицу теперь все это хорошо перемешаем руками прям не боимся вот так перемешали теперь отобьем хорошенечко разу 5-6 каждый кусочек перемешаем еще на не чувствуете не до мешали все теперь сбиваем отбиваем вернее его 5-6 раз и достаточно поделивая на три части я буду жарить три большие котлеты можете 4 пожарить я буду жарить три больших котлет фарш готов откладываем стороночку теперь займемся перцем перчик мы порежем и пожарим пару зубчиков чесночка для соуса понадобится майонез и томатная паста томатная паста пару ложечек и пару ложек майонеза конечно же понадобится специи для перца нам когда будем жарить мариновать перчик чесночок паприку черный молотый перчик это будем мариновать перец мы и так для жарки на жарку отправляем у 5 ложек масла будем жарить перец перец нарежем вот такими вот вот дольками примерно полтора-два сантиметра ширина чтобы было у перчика не совсем узенький не совсем тоненький не совсем широкий уже я прижу пополам примерно полтора-два сантиметра шириной вот так что красиво перчик увядом из нашего бургера вот такие перчики мы порезали теперь выкладываем на сковородочку И обжариваем до полуготовности Совсем мягкие не делаем Ну и конечно же, чтобы не хрустел Совсем сырой был Помидорчики нарежем кольцами Вот так вот Примерно миллиметра 3 Толщиной 2-3 миллиметра, вот так И так же второй помидорчик порежем Смотрим перчик Почаще переворачиваем его Вот так вот, крутим До полуготовности Прижимаем, если где-то совсем не прилегает к ковородке Один лучок взяла всего, как видите Чуть-чуть петрушечки У меня дети не любят зелень, поэтому я чуть-чуть ложу Кладу Можете укроп, кинзу Что вам нравится, то и берете На любителя зелени Итак, я приготовила всего по чуть-чуть Нарежу мелко-мелко Можно между слоями класть Укропчик, петрушку и лучок Но я сверху всего лишь положу Так как дети не едят у меня Итак, перчик, видите, жарится Сковородку вот так вот переворачиваем Чтобы они хоть чуть-чуть, хотя бы в масле Покипели, но не совсем не пережариваем Чтобы совсем мягкие не были Вот так, отлично Ну что ж, вынимаем на бумажное полотенце На тарелочку И даем немножко стечь масло Вот так, вот как видите В меру мягкий, в меру пруги Все, дадим немножко остыть И примаринуем его Слегка масло лишнее уберем Полотенцем бумажным вернее Салфетками Вот так, все, достаточно Теперь мы его слегка посолим, поперчим Припудрим специями, чесночком Паприкой сверху тоже Перец сладкий, паприкой В общем, поняли Вот так, чуть-чуть Все, достаточно Пока мы будем жарить котлетки Наши для бургера У нас перец подмаринуется И будет классный Очень вкусный Ну что ж, разделяю теперь фарш На три котлеты И будем жарить Вот так Первую котлету я пожарю На той же сковородке Где я жарила перец Отбиваю слегка на столе Еще раз, вот так вот И теперь беру тарелку В тарелку формирую котлеты И из тарелки выталкиваем В сковородку выкладываем Вот так по тарелке Прижали рукой И будем вот так вот Сталкивать ее С тарелки Чтобы она сползла У нас котлета в сковородку Ну что ж Выкладываем котлету На сковородку Вот таким вот образом Как я вам показывала Вот так чуть-чуть Пошевели тарелочку Котлетка сползла Как видите Все отлично Жарим по 7-8 минут С каждой стороны Смотря какая толщина котлетки Может быть и 9 минут Но примерно Какая, если не совсем толстая 7-8 достаточно Если потолще Больше сантиметра котлета Толщиной 8-9 минут Жарим С каждой стороны Приготовим соус Берем 2 ложки Столовой пасты Томатной Вот так вот И добавим 2-3 ложки Майонеза Вот так Добавлю 3 Так как у меня 3 котлетки Котлеты жарить Лучше каждую На отдельной сковородке То есть пожарили котлетку Помыли сковородку Опять влили масло Чуть-чуть черного молотого перчика Щепотку Зубчик чесночка 2-3 Можно зубчика Я парочку положу Если крупные То достаточно 1 зубчик чесночка Перемешали Размешали Отличный соус Очень вкусный Поверьте Отлично Достаточно И так Жарим вторую котлетку Также тоже отбиваю И сейчас я покажу Как их надо жарить Приготовили опять котлету По тарелке Размяли рукой Всего такая котлетка Сантиметра полтора Два должна толщиной быть Теперь маринуем лук У нас котлетки жарятся Присолим чуть-чуть совсем Добавляю 2-3 ложки водички 2 достаточно И 3 ложки положу уксуса Вот так Обычно я укропчик кладу Но на этот раз укроп Не класть не буду Итак перемешали лук И убираем его в сторонку Вот котлета у нас одна пожарилась Теперь показываю Как жарить следующие котлетки Вливаем 3-4 ложки масла растительного Вот так вот Можно 5 Выталкиваем котлетку Сползает у нас с тарелочки Вот так вот Как видите Вот таким образом Выкладываем котлеты И теперь жарим 7-8 минут С каждой стороны Эта котлетка у меня Чуть толще Буду жарить Примерно минут 9 С каждой стороны На одну котлетку Самое мало Минут 15 Должно у вас уходить Я крышкой не укрываю Котлетка тоненькая Не совсем толстая Как видите Поэтому они прожариваются Итак Подвигали лопаткой Убедились Что все нормально А теперь берем И сталкиваем ее Обратно в тарелку Вот таким вот образом Аккуратненько Если чуть-чуть Немножечко сломали Ничего страшного Она обратно же Вывалится И опять все прижарится Выбрасываем Теперь обратно Нашу котлетку переворачиваем Вот так Сбросили с тарелки Перекинули Отлично Жарим опять 8-9 минут С каждой стороны Теперь со второй стороны Вернее жарим Вот как видите Жарим на среднем огонечке У меня конфорка На четверке горит Все убедились Что ничего не прилипло Вот так достаточно Котлетка готова Снимать можете Как вам удобно Берем две лопатки Или как удобно Вживам И снимайте на тарелочку Итак Пожарю третью котлетку Точно так же Таким способом Котлетки готовы Осталось собрать бургер Подготавливаем Подвигаемся поближе Натираем сыр на терочке Можно на крупной Можно на мелкой Сыр я взяла Конечно не тот Который я хотела Но какой был В нашем магазине Итак Соус переложили в пакетик Отрезаем Вот этот уголочек Маленький делаем Совсем уголочек Отрезаем И теперь вот таким вот образом Мажем Соус Выкладываем Перец Разнообразно Вот так вот Красный и желтый Выкладываем Лучок маринованный Кольца По чуть-чуть Так чтобы не навязчиво Было много лука Например Всего по чуть-чуть По желанию Можете класть листья Салата Например Я в этот раз Решила с перцем Болгарским сделать Поэтому без салата Выложили помидорчики Сверху Опять чуть-чуть Соус добавим Совсем вот так Все Достаточно Выкладываем сыр И так каждый слой Теперь выкладываем сыр Для бургеров Примерно У меня в пачке 8 штучек По 4 штуки Вот так вот выкладываем А сверху мы засыпем Побольше Такого твердого сыра Можете по желанию Сверху выложить такой сыр Теперь то же самое Повторяем Тоже так же Соус Перчик оставлю наверх На вторую слой Не буду перец класть Выкладываем лучок Ну конечно же Сыр у меня утащили дети Пришлось перерезать Вот так на трехугольнике Ну ничего страшного Дети утащили сыр Пришлось его Перерезать пополам Выкладываем Третью котлетку И то же самое Все повторяем Сверху побольше сырок Последний выложим Перчик выложили Помидорчики уложим Сейчас Тоже лучок добавляем И весь сыр Который у нас остался Выкладываем сверху Советую сыр брать хороший Который у вас Будет хорошо плавиться У меня еще раз повторяю В магазине какой был Такой взяла Не ходила далеко Поэтому сыр у меня На этот раз Не тот который я хотела Ну в общем вот так Выкладываем сверху Зелень чуть-чуть Перекладываем тарелочку На поднос И отправляем Разогретую духовку До 200 градусов На 15 минут Наш бургер Чтоб он подогрелся И естественно Сыр подтаял И как бы такой Корочкой покрылся Ну что ж Бургер наш В духовке Готово Теперь осталось Порезать и подать на стол Рецепт оставлю Под видео в описании А еще под видео В описании У нас есть ссылочка На наш семейный канал Заходите Подписывайтесь Всем спасибо За комментарии За лайки И за пожелания Мне осталось Порезать и подать на стол 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 И после Ай, лупая, ты рыдал и петь, а съемочай Не понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!